И шок подписали, оставили свои пожелания. Так, шок, который здесь. И руководитель, директор Росрадио Матвея и руководителя фестиваля оставил такое чудо-четверстейшее. Другим медико-демотый прохожий, дедушку-ангела-белый пример. Вот этот миг ни на что не похожий, захочет он жить изо всех сил, изо всей силы. Причем, вот что дышите у нас, Наталья и Олег, вручаю вам, вручаю вам, это пойдет, наверное, в музей, в музей ангелов, как вот, не знаю, одна из странных историй этого проекта, которая случилась в Испании. Но когда я рассказывала эту историю, и на сцене были большие картины, и я рассказывала историю Юлии, создания этого проекта, люди потом, после этого подходили ко мне и говорили, мы слышали все, связали на глазах, да, мы много раньше слушали эту всю историю, и теперь каждый раз, когда я приезжаю в Испанию, мы каждый раз говорим, вы в Сибирь и напомнили, будут помнены этот проект, а еще вы к нам привезете еще раз в квартире, какая-то, мне очень приятно. Ну и в прошлом году я выступила, не знаю, как мне сказать, медсинатором или организатором, но это, собственно, время важно. Я тоже подарила, зная, что проект поддерживается в детских поликлиниках и больницах. Я привезла 25 рекламных цепостеров «Картина ангелов Музей Ангелов» и с большим удовольствием директором детской поликлиники и детской больницы развестили эти корректуры в коридорах и дальше были отзывы от родителей, от мамочек, насколько для них это все былоciно. Поэтому мне очень приятно, что мы помогли Ангела прилететь за границу и оказаться в Европе, и я надеюсь, что придет время, когда музей Ангелов появится, возможно, в Праге, Возможно, еще в какой-то точке мира, где будут собраны все картины, и рано или поздно сидящие здесь люди доедут, долетят до этого музея и увидят целиком всю ретроспективу и всю композицию всех картин. Спасибо большое.